Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки Ниндзи Легенды. Спасибо вам большое за поздравления, у нас миновала 600 серия по этой игре, но это далеко еще не конец, поэтому ребят, продолжаем. Также бомбите наших противников с усиленной яростью, естественно, пытаться прокачивать остальных наших персонажей. Кто-то мне написал в комментариях, Рэй, до каких пор ты будешь играть в эту игру, потому что в ней уже давным-давно нет обновлений. Я это прекрасно знаю, друзья мои, что обновлений нету и не будет, но цель моя в этой игре прокачать всех персонажей. Вначале было открыть всех, теперь прокачать, вот, а дальше, а дальше, как вы просили, будут арены, просмотр определенных персонажей, хотя на самом деле в ютубе такого контента очень много, но все-таки я, наверное, сделаю, иначе зачем бы я все это прокачивал? Ну, для красоты? Нет, надо как-то этим потом воспользоваться. Ну что, давай с тобой начнем, наверное, с ежедневных заданий, пройти серию испытаний. Наверное, это самое простое, что мы сейчас можем с тобой сделать. Нет, самое простое, это поднять уровень героя. Но, тем не менее, все равно давай быстренько пройдем. Сегодня суббота. Друзья мои, завтра уже воскресенье, ну, а там уже и понедельник не загораем их. В понедельник мы с тобой получаем 75 платиновых осколков. Почему я в этом уверен? Ну, потому что мы с тобой в любом случае будем в топе. Так, у нас что, суббота это мой второй выходной, ага, воскресенье третий. А понедельник я, получается, работаю. Значит, в воскресенье нужно будет, ребята, все это дело проконтролировать, чтобы я с первого места не слетел. Да? Чтобы мы с тобой заработали 75 платиновых осколков. Так, ну что, тут у нас первая волна, как ты видишь, прошла на изи. Вторая, я думаю, тоже на изи, потому что здесь крысиный король плюс пиццелицей. Ну, крысиный король что-то не хочет ломаться, смотри-ка. Усаги, ты сломаешь его? Сломал, красава. Так, ну, теперь возьмемся за пиццелицева. Так, Супер Шердер делает вон два удара, этого мало. Этого недостаточно было, чтобы его сломать. Жалко, здесь нет Микеланджело, он бы быстренько этого пиццелицева бы съел. Так, ну здесь будем обычными ударами делать, я не буду здесь тратить супер свои ультовые навыки. Оно того не стоит. Вот и все. Сейчас получим награду и пойдем искать на кого. И, естественно, на нашу карайку надо искать еще некоторые элементы. Так, здесь мы забираем. Задание выполнено. И пошли уже на поединки. Так, где у нас караечка? Где у нас карайка? Вот она. Навыки. Так, и нам нужно прокачать до шестой ступени, нам не хватает. Ёлки-палки, еще десять устройств отслеживания, естественно. Так, ладно, давай здесь начнем. Целицы выпал. Да ладно, вы сейчас вот специально будете мне, да, пакостить? Ну, конечно же. И хлебом не кормить, да и пакость какую-нибудь бросить, а? Ну, давай попробуем здесь. Нам десять устройств. Микроскоп. Так, телепорт нам выпал. Раз. Два. Три. Четыре. Да ладно. Блин, как только что-нибудь скажу, все, ребята, сразу уже начинается какая-то пакость. Зачем я сказал, а слово? Вот и все. Пошло-поехало. Микроскопы, микроскопы и еще раз микроскопы. И таким макаром, ребята, я буду до посинения искать, по-моему, эти отслеживающие устройства. Вам так не кажется? Кто-то спрашивал, Рэй, когда будут стримы и когда будет видео с камерой. Друзья мои, камера у меня на новой квартире лежит. И я туда многие вещи перенес. И как бы, как я только туда перееду, так и будут у нас с тобой видосы с камерой. Так, ну что, поднять уровень персонажа остается. Уровень персонажа. Кому будем поднимать? Ну, естественно, самому слабому, который у нас идет. И это пиццелицы. Раз, два, три, четыре. Так, сорок восьмой уровень. Нам немножко не хватило до полтинничка. Но это не страшно. У нас еще впереди с тобой будет арена. На арене мы набьем нужное количество, наверное, мутагена, я так думаю. Лига мастеров, ранг девяносто первый. Друзья мои, меня практически уже скинули. Я вовремя вернулся в игру, да? И, как говорится, не дам себя в обиду и не дам себя скинуть этим буржуям. Поэтому давай, возьмем с тобой армагона. 24 отката у нас имеется. Армагон у нас пойдет. Слушай, а давай проверим нашу старую тактику. У Саги и Лео. Кто-то из подписчиков попросил, чтобы я сыграл этой звездной командой. Звездной. Ну да, действительно, она раньше была у нас действительно звездной. Потому что у Саги и Лео у нас были прокачаны. У нас не было еще тогда ни армагона, ну и, естественно, никакого супершреддера. И мы играли с собой именно этими двумя персонажами. Но я думаю, что они будут марку держать. В принципе, что изменилось? Абсолютно ничего. Они, как всегда, на высоте. Поэтому рвут практически любого. Но бывали такие моменты, когда мы все-таки пассовали. Я тебе не скажу, что и против кого, но были, друзья мои. Почему мы, в принципе, потом с тобой и переключились на других персонажей. Так, ладно, у нас с тобой 80-я позиция. 17-24. Но я думаю, что здесь, наверное, лучше нам взять Гришку. Несмотря на то, что здесь у него Микеланджело, да? Даже два Микеланджело. Ну, так как у нас армагон сейчас в данный момент в руках, плюс Леонардо. Я думаю, мы также топчиком их распетрушим сейчас. Ага, Майки делает, ребята, свой супертанец. Кстати, вот заметь, сейчас был большой риск. Знаешь почему? Потому что он 79 уровня. Он же мог спокойно сделать борцов сюрикенов. И вот Алапекс, и Мундагека, и Кирби 100% могли бы погибнуть. Да, с одного удара, ребят. Это мой, как говорится, недочет. Понимаешь? Что не стоит против Микеланджело вот особенно этого брать, например, Армагона или Леонардо. Хотя, подожди-ка, а если у нас Усаги стоит? Усаги, по-моему... Слушай, подожди. А если бы у нас был Усаги, он бы то же самое пропустил бы ход? Но вроде бы, когда мы брали с тобой Армагона вместе с Усаги, то Армагон почему-то ходил. Слушай-ка, вот это мне уже интересно стало. Ну-ка, давай посмотрим. Так, мы с тобой... Ну, давай, где у нас такой же Микеланджело есть? Блин, нету, давай обновим. Я просто хочу проверить. Если мы сейчас возьмем такую же Майки... Нет, это не тот. Да какой бой я... Да господи, ну вернись. Так, ищем... Вот, вот, ребята, команда, да? Вот это вот, предположим. Я возьму Армагона и плюс возьму Усаги. На всякий случай я не буду брать слабых слишком персонажей, чтобы никто не отдупился. А сделаю вот так вот. Просто мне вот сейчас будет интересно, кто будет ходить первым. Неужели все-таки опять Майки? Нет, друзья мои. Первым у нас ходит Усаги. Значит, все-таки у Усаги инициатива больше, чем у Микеланджело и даже больше, чем у Армагона. Значит, поэтому мы раньше с тобой и справлялись. Таким образом, когда он сходил первым Усаги, а потом Леонардо, но Микеланджело в основном не выживал. Потому что на нем постепенный урон висел. Вот оно еще. А я-то думаю, блин... Я почему-то подумал, что Армагон по инициативе круче, чем у Усаги. Понимаешь, да, к чему я? Я подумал, что если мы с тобой возьмем Армагона, то против Микеланджело мы 100% будем выигрывать. А оказывается, не шашаподобного. У Усаги все-таки инициатива круче. Блин. Будем это знать. Точнее, я как бы знал, но почему-то я забыл, что именно вот так вот все получается. Да. Вот такие вот риски, друзья мои. Ладно. О, Алексей, тезка. Прикинь. Мы нашли с тобой моего тезку. Так, ну что, давай я возьму Армагон... Нет, мы возьмем здесь с тобой Леонардо и возьмем здесь с тобой Усаги. Так, и вместе с ними пойдет у нас вот эта вот бравая команда. Поехали. Думаю, чего бы сегодня поиграть еще, а, друзья мои? Какую бы игру? На втором канале, наверное, сегодня поиграем, скорее всего, в Акулу Людоеда. Там все-таки нужно допройти ее. Так как мусорчиков мы прошли, и я собирался после мусорчиков пройти именно Акулу Людоеда, Мейн-Итер, да? Потом надо как-то вернуться в игру... В этот... Как она называется-то? Армия Зумби. В четвертую часть. Там уже три дополнения вышло. Я еще... По-моему, там какое? Пятнадцатое или шестнадцатое дополнение не прошел. Так что надо вернуться. Так, Дарди. Энди. Ну, нет. Дарди я брать не буду, здесь Микеланджело противный. А вот этого Анди я возьму. Вот этого Анди я возьму, и я думаю, что здесь мы с тобой победим. Тут ничего такого страшного нету, на самом-то деле. Ну, что тут? Донателло, слэш, сплинтер. А особых... Особых таких инициаторов здесь нету. Поэтому... Сейчас просто... Шик-шик-шик! Именно... И как этих, знаешь, как капусточку, когда шинкуют, вот так вот их в баночке и замаринуем. Ну-ка давай, Лео, не обделайся. Красавчик! Малорик, что я могу сказать? Единственное, что помимо арены, я не знаю, ребят, что мы будем с тобой делать. Потому что все события и испытания у нас пройдены. И что мы будем делать с тобой? Просто подготовка к понедельнику, так что ли? Ну, получается, да, но у нас еще целая суббота впереди. Точнее, целое воскресенье, суббота сегодня у нас. И, кстати, ребята, всех с праздником, естественно. Всех с праздничком. Так, что у нас тут? Муха. Муха. Не, я лучше возьму, наверное, Яна. Муху эту еще какую-то брать. Мне сразу, как только слышу эта муха, сразу вспоминаю эту. Бакстер-муху. Противную, вонючую и жадную. Что в этой игре, что в Маднесе. Тоже. Ну, противная, серьезно тебе говорю. Пучеглазая и противная муха. И все, не могу дождаться, когда все-таки у нас выйдет, ребята, черепашки-ниндзя на ПК в Стиме. Вот эта вот новая версия. Шреддер Ревенш, по-моему, так она называется. И, кстати, скоро выйдут у нас легенды, друзья мои. Да? Паук Киндом Раш. Правда, вот я, если честно, не знаю. Заходил в новости, да? По этой игре. Именно на их компанию. Как она там? Айрон Шторм? Или как-то так. Они писали, что вроде бы на айфоны она будет выходить. По поводу ПК и андроида. Там не было ничего прописано, ребята. И это будет не очень комфортно. Я понимаю, в принципе, их не ход. Если они выпустят на айфон, то есть срубить бабла. Естественно, на андроиде ее, потому что быстро очень взломают, и они как бы ничего не понимают. Но, с другой стороны, почему бы им не выпустить их в Стиме? Кому надо, тот купит. Я бы, например, купил бы, если честно. Если бы она появилась в Стиме. Ну, естественно, мы сразу начнем к прохождению ее. Так что, ребята, если что, если кто-то быстрее там увидит, чем я, выход там или еще что-нибудь, обязательно пишите в комментариях. Комментарии, как вы знаете, я читаю все, поэтому не пропущу такие новости. Так, ну что, ребята, пока мы идем с вами очень хорошо, очень отлично. И двигаемся с вами далее. Тут осталось-то совсем-совсем чуть-чуть. Наверное, даже один поединочек может быть, два максимума. Скорее всего, два. Так, Алекс Андред. Ничего себе. Алекс Андред. Окей, давай я возьму супершреддера, я возьму сюда Армагона и вот этих вот Аболтусов. Ваньку и Зека. Ну что, погнали. Хопа, бомбочка, которая нифига не нанесет урона. Да, и замедление вообще ничтожно малое. Ничтожно мало и всего на двух персонажей. Что-то тут супершреддер вообще как-то обделался малька. Вообще даже никого не завалил. Вот Армагоша. Ну, естественно, ему проще. Ему проще добить, потому что там очень мало здоровья у противника остается. Так же мог бы сделать и супершреддер после Армагона. Армагон бы сходил и ставил ему чутка здоровья, а то бы просто своими шипами доделал. Ну, и что же у нас получается? Ага, не тут-то было. Я же все-таки, ребят, так и думал, что нам придется еще один поединок отыграть. И опять Алексей, опять тезка, друзья мои. Ну, что же, несмотря на то, что здесь вонючий Микеланджело, но это я так, любя, любя, ребята, называю его вонючим, потому что он не у меня, а у противника. Поэтому я так его и называю. Я возьму здесь, наверное, Супер Шреддера, потому что инициатива у нас здесь намного будет круче. И должны посмотреть, ребята, надо, кто все-таки круче, Супер Шреддер или Майки. Наши Майки почему-то круче. Ну, понятно, тут уровень повыше, так что. А теперь делаем супер удар от Супер Шреддера. Щух! Постепенно урон, естественно, он надупляется, и тут мы делаем с собой добивку. И все, друзья мои, первое место за нами. Занимаем с вами первое место и идем куда? Фиг знает. К бабушкину кулички, наверное, идем. Фармить, скорее всего. А что нам еще остается? Больше ничего, ребят. Все события, я говорю, уже пройдены. Я советую только фармить. Единственное, что можно было бы, ребята, вот здесь вот попробовать. Но мне кажется, это беспонтово. Просто беспонтово. На три звезды проходить даже, наверное, на то не стоит. Здесь здесь у нас фарма ноль. Вот именно здесь. Лига Лео, да, я не спорю. Здесь можно, конечно, пофармить, тем более здесь есть вот ролевой, плюс Леонардо видение, но все-таки в девичьей селе я хочу, ребята, шинегами или кунейч, поэтому погнали. Ох, сразу приконил. Кунейч выпадает без каких-либо базаров, понимаешь? Ну что, будем рисковать? Давай. ищем, друзья мои, шинегами. Так, жетоны. Понятно, золотые осколки, камень-талик, опять нам жетоны выпадают, опять жетоны, и, ребят, еще две попытки последние. Еее, вот это я понимаю, вот это я понимаю, нужные персонажики выпали нам, понимаешь? кунейч и шинегами. Вот что я называю везуха, топчики и тому подобное. Ну, здесь, конечно, офигенный риск, офигенный риск вытянуть кого-то не того, поэтому, ребята, я переключаюсь вот сюда, ой, куда? Вот сюда, и то же самое, риски, но все-таки здесь их в два раза меньше, поэтому, давай попробуем. Ну, ну не фартануло, что я могу сделать? Мог бы нам выпасть либо ролевик, либо видение, ну, выпали нам серебряные осколки. Такова наша доля, да? Так, ну что у нас тут получается? У нас пицца кончилась, да, насколько я помню? Пицца у нас закончилась, то есть мы с тобой не сможем даже найти, если захочем. Мутаген у нас есть. Мы можем поиграть и накопить немножко мутагена для того, чтобы, например, прокачать навыки наши. Что такое? Чего? А, 45-ый максимальный, получается здесь. Ха! А вот это уже интересно. Ну-ка, здесь то же самое. Так, неужели у нас да ну, не может быть. Не может такого, ребята, быть. Вот, например, Роквелл. Тьфу ты! Неужели я попал? Так, голубь пид, как у него? 45-ый, 45-ый, слэш, 45-ый, ты-ты-ты-ты-ты, у них тут, вижу, шреддер, классика, навыки. Поехали. Так, полтишок, друзья мои, полтишок получает у нас классический шреддер. И все. Давай зайдем сюда, посмотрим. Так, тут у нас ничего интересного нет, монетки. Ну, конечно же, берем сразу Донателло Космос. По жетонам 475. Ну, как ты понимаешь, ни на что не хватает. А качаем мы с тобой, естественно, Рокстеди пасхальный костюм. Ну, фиг с ним, давай, давай, зайдем сюда, давай, зайдем, поделимся за этот мутаген, так уж и быть. И прокачаем еще кого-нибудь. А с другой стороны, да, мы с тобой прокачиваем, прокачиваем, а как потом нам выполнять задание-то, а? Если они у нас все будут прокачаны. Интересный вопрос. Ладно, как-нибудь потом разберемся. По одному уровню будем там вкачивать, и это уже будет хорошо. Так, у нас тут 5 эпизодов, друзья мои, ну, я надеюсь, все понимают, что они будут проходиться просто на одном дыхании. А мутагеном мы с тобой, кстати, здесь получим не так уж и много. Буквально уровень 2 прокачать и все, ребят. Так, ну что, двигаемся дальше, это у нас какой там получается. Третий эпизод. Так, ну что, погнали. Какой у него там 30 уровень, серьезно что ли? Ну все, извини, крышка тебе, парень. Даже вот так вот мы сделаем с тобой. Туч. Упал. Так, друзья мои, ну что, двигаемся дальше. Это у нас был какой? Третий, четвертый эпизод, да? Нет, это был третий, по-моему. Да, это был третий, четвертый и пятый заключительный у нас будет. Погнали. Я только сейчас сижу и думаю, а зачем мне здесь Арфаэль вообще, с какого перепуга здесь Арфаэль у меня стоит? Я мог Усаги взять сюда. Так, для кого-нибудь другого. Почему Арфаэль именно тут оказался? Не понимаю. Так, 1200. Итого у нас уже, ну, приличное количество, да? Мутагена, давай-ка мы уберем этого. Подожди, а где? Ага, Усаги. Здесь дают, кого дают, а не кого я хочу взять. Поэтому здесь Рафаэль. О-о-о-о. На-ка тебе плюшку. Давай так вот сделаем. Замедляху, может быть, повесим. Пич. Нет, мы его просто ушатали сразу же. Без каких-либо там замедлях. Ну что, друзья мои, отлично. По-другому и не скажешь. И еще полторы тысячи мутагена. Ну, я тебе говорил, что намного здесь не рассчитываем, потому что всего лишь, грубо говоря, четыре с половиной тысячи мутагена, но хватит нам на уровень. А может быть, даже на два. Кто у нас готов прокачаться? Ага. Вижу Майки, вижу Дони. Ну, начнем с Майки, потому что он меньше всего. Именно из тех, кого я могу прокачать. Раз и все. Ребята, раз и все, и больше мы ничего не можем с тобой сделать. Да. Нет, можно было бы, конечно, пойти сейчас на этот приключение, да? Нет. Ну, какой ночной патруль. Сметение. Ну, у меня уже очень мало пиццы, я же потратил. Да и проходить тут очень много. Мы обычно, когда вот это вот раз, два, три, четыре, вот после этого уже начинаем заходить на второй круг и приступаем уже, как говорится, к игре. Друзья мои, напишите, что если я поиграю в игру, которая называется Черепашки Ниндзя, что-то там, другое измерение или как-то там такое. Она тоже на Андроиде, но она также и на ПК выходила в Стиме. Старая игрушка, я как-то ее помню у себя на канале, начинал проходить, далеко там дошел и почему-то забросил, а потом просто не смог сейвы найти и так она у меня и пропала. А, Сила Порталов, что-то вот так вот называется. Пишите, если захотите, чтобы я в нее поиграл, то тогда будем. Если же нет, то не будем. Как бы от нас не убудет. Ну что, ребята, а на этом, пожалуй, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова